При цели внимания заместителей сегодня Гастагаевский округ. Светлана Яровая сообщила, что 6 апреля к гастагаевцам приедут специалисты администрации рассказать о госпрограммах по улучшению жилищных условий. Подробнее Светлана Владимировна остановилась на вопросе газификации округа. В Гастагае построено два газопровода высокого давления. Люди получают технические условия, но останавливаться на этом нельзя. На сегодняшний день у нас 4 проекта, которые прошли экспертизу на общую сумму, если реализовать и построить более 40 миллионов, но при этом будет возможность газификации почти 1000 домов, точнее 941 дом на сегодняшний день по информации. Поэтому, Ольга Викторовна Антоненко, мы с вами давали заявки и податайство соответствующие Министерства, Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и энергетики. Я прошу вас повторить наши заявки с расчетами с целью вхождения в эти программы. Вопросы ЖКХ впервоочередных. В модернизацию сетей энергоснабжения округа Кубаниэнерго вложили свыше 10 миллионов рублей. Обновляется система водоснабжения. По улице Советской и по улице Краснофлотской мы заменили 2 километра водопровода. Но мы, как обычно бывает, хорошее дело делали, но поступают жалобы от жителей о благоустройстве. И, Ярослав Андреевич, я знаю, что вы сейчас восстанавливаете все, что было нарушено. Я вас очень попрошу все это восстановить, все в соответствии с правилами благоустройства, чтобы нареканий от жителей не было. Также водоканалом у нас замена прошла водопровода по улице Урожайной, по улице Северной, по улице Весенней, по улице Мира. На Комсомольской на прошлой неделе завершили работы на насосной станции и подключили электричество. То есть работы, масштабные работы продолжаются. Дороги сегодня тема номер один для любого округа. Для Гостогаевского определена сумма 9 миллионов рублей. В дополнение выделят щебень для отсыпки дорожного полотна. Сергей Павлович, у нас на сегодняшний день есть уже контракт на 9 с копейками миллионов, именно только по Гостогаевской. Контракт уже подписан. Согласовано с каждым главой сельского округа все улицы, которые вошли в аукцион. Останетесь, покажете, проедете эти улицы и расскажете людям. И скажете дату, когда это начнется. Хорошо. 20 апреля, 10 апреля, 1 мая. Понятно, что возбудятся другие, у кого не будет этого ремонта в этом году. Но заодно и узнаем. Но там, где не может проехать скорая помощь, там, где не может проехать пожарная машина, в первую очередь. Я не говорю, что там должен быть асфальт. Но дорога в твердом исполнении быть должна. Практика выездных планерок станет постоянной. Участники совещания сами, жители округа, отмечают. Полезно иногда окунуться в общие дела и задачи, не ограничиваясь только заботами своего учреждения. В каждом, наверное, сельском округе очень много проблем. Как бы каждый видит свои чаще всего проблемы. Вот я как бы знаю проблемы 15-й школы. Но вот присутствую сегодня на планерке, и я почувствовала, что есть как бы другие, еще и другие более значимые проблемы. И ты уже начинаешь видеть решение своих проблем в ракурсе именно сельского округа.